Приветствую вас и давайте начнём мы с того, что скажем. Ваша проблема может быть условно разделена на несколько частей, на несколько элементов, которые её образуют. Первый элемент это то, что ваша девочка изменилась, то есть с какого-то момента её поведение начало вас не устраивать. С какого-то момента её поступки, её слова начали вызывать у вас негативную реакцию, а она называет себя странным. Вот вы пишите, наша последняя девочка, в последнее время девочка изменилась очень сильно. То есть в последнее время с ней произошли очень сильные изменения. Давайте проанализируем, что в вашей жизни произошло. Нужно выделить момент, который на неё так повлиял. Если проблема у неё, лично у неё такое бывает, то ей сейчас нужна ваша поддержка, и сейчас нужно ваше понимание и терпение. В этом случае, если вы найдёте подтверждение тому, что у девушки действительно есть свои личные проблемы, вам нужно не выяснять отношения, вам нужно не пытаться как-то, значит, ну, знаете, пытаться выяснить, что же произошло с ней, а именно помолчать, потерпеть немножко, значит, и после этого, только после этого, после того, как время пройдёт, после того, как немножечко успокоится ситуация, вам нужно, вам нужно, вам желательно с девочкой ещё раз поговорить, чтобы понять всё-таки, что же с ней, вообще говоря, происходит. Сказать, что я понимаю, у тебя есть проблемы, я понимаю, что с тобой сейчас что-то происходит, я понимаю, что у тебя есть определённые трудности, но позволь мне тебе помочь. Я вот знаю, что с тобой произошло, там, то-то, 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 ну, допустим, вы ей скажете, так, допустим, я не говорю, что это именно так, но тем не менее. И постепенно, постепенно, постепенно вы будете свою девочку к себе располагаться, так, что она, ну, она постепенно, постепенно будет вам доверять больше, 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 и в результате, ну, собственно, наконец-то довериться вам, и проблема будет решена. Если проблема находится в плоскости ваших отношений, такое, вот, к сожалению, тоже может быть, я надеюсь, что вы это понимаете, то в таком случае, в такой ситуации можно именно говорить о том, чтобы вы, опять-таки, для себя проанализировали ситуацию, постарались вы понять, что именно произошло, что именно случилось, и обсудить именно контекст, именно корень, именно ключевую ситуацию, которая привела к таким изменениям. То есть сказать, вот, я подумал, мне в последнее время, ну, меня в последнее время вызывало недоумение, почему ты ведешь себя со мной вот определенным образом, мне это не нравится, я думал, что могло привести к такому поведению, к такому вот твоему отношению ко мне, и понял, что вот произошла такая-то, такая-то ситуация, мы произошли такие-то, 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 такие-то проблемы, и я теперь понимаю, давай, пожалуйста, вот это вот обсудим, я хочу там как-то все прояснить. И вот этот аспект также поможет вам, собственно говоря, с девушкой прийти к определенному какому-то, согласны, к определенному какому-то, вообще говоря, пониманию, да, чтобы вы выяснили то, что, собственно, вас беспокоит, что беспокоит девушку, что ей не нравится, что ее, там, не знаю, не устраивает, да, вот. И эти моменты вы отдельно тоже проработаете. Проработаете с тем, а проработаете с ней. Очень важно для тебя эти факты выявить. Дальше. Следующий важный аспект, о котором мне хочется вам сказать. Если никаких видимых причин для такого вот изменения отношения с девушкой нет, то тогда, простите, у девушки поменялось к вам отношение. У девушки изменилось к вам поведение в силу изменения чувств к вам. Разбращение к вам. Изменение чувств к вам. И из-за этого она начинает себя так вести. Если у нее виной вот такого поведения встать чувство, а это тоже может быть, то тогда в таком случае очень рекомендую вам сделать примерно следующее. Дать ей возможность в первую очередь побыть без вас. То есть отпустите ее. То есть не тревожьте, не давите на нее. Постарайтесь как раз-таки просто, просто дать ей и себе время. Для чего? чтобы она могла переосмыслить свое отношение к вам, а вы свое отношение к ней. И после этого, после какого-то после какого-то времени, да, вы бы вновь встретились, переговорили, допустим, переговорили с ней, и тогда бы ситуация немножечко поменялась бы. То есть вы поняли, чего хочет девочка от вас, чего хотите вы от нее, и можете ли вы ей это, ну, допустим, дать. Этот важный аспект, который мне хотелось вам донести, пожалуй, назвали не самый определяющий. Потому что именно он является ключевой. вам вам в любом случае придется немножечко дать время ей, себе, чтобы переосмыслить какие-то моменты, чтобы понять их, эти моменты, лучше понять. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok